У Абрама Ларю, пастуха и лесоруба из США, возникло побуждение поехать в Азию, чтобы делиться там благой вестью. Он написал в Генеральную конференцию и получил ответ, что ему уже 65 лет и он слишком стар для этого служения. К тому же у них нет денег. Но господин Ларю не сдавался. В 1888 году он на корабле добрался в Гонконг. Он был первым адвентистским миссионером, приехавшим в Азию. Он сразу же начал готовить буклеты для распространения. И за дня в день он продолжал совершать миссионерскую работу до конца своей жизни. Перед своей смертью в 1903 году он крестил нескольких людей. Благодаря служению господина Ларю адвентистская миссия начала совершать свою деятельность по всей Азии. Сегодня на Филиппинах находится главный офис Южного Азиатского Тихоокеанского дивизиона, охватывающего 14 стран. В этом регионе проживает 1 миллиард 100 миллионов человек, в том числе 1 миллион 700 тысяч адвентистов. Почти 90% членов церкви в этом дивизионе проживают в Индонезии и на Филиппинах. Остальная территория мало охвачена. Адвентисты в этом дивизионе, совершая свою деятельность, в первую очередь стараются налаживать дружеские отношения с местными жителями, восполнять их потребности и через это приводить их к Иисусу Христу. В Авьянтяне, столице Лаоса, адвентисты открыли городской центр влияния, чтобы рассказать людям о здоровом образе жизни. Недавно, благодаря работе этого центра, один бизнесмен и его семья узнали об Иисусе. Они решили отдать свою жизнь в Божьи руки и приняли крещение. Более того, поскольку они полностью посвятили себя единому Богу, они пригласили адвентистских пасторов совершить обряд по уничтожению всех идолов, которые у них были. Это крещение свидетельствует об успехе в распространении вести надежды среди жителей Вьянтяна, которые в прошлом тяжело шли на контакт. Адвентисты Азии строят большие планы на будущее. Одна из их идей – это мобильный книжный магазин в небольшом фургоне, благодаря которому они смогут распространять адвентистские книги и литературу о здоровом образе жизни среди жителей города. К проектам с большим удовольствием присоединилась молодежь. Они проводят спортивные и социальные мероприятия, чтобы подружиться с их участниками. В планах членов церкви в Вьянтяне проводить для жителей бесплатные уроки английского языка, музыки и мультимедия. Пожалуйста, молитесь за эти проекты, благодаря которым адвентисты смогут наладить связь с местными жителями и изменить их жизнь к лучшему. Молитесь о странах на этой территории. Спасибо за то, что поддерживаете адвентистскую миссию. Субтитры создавал DimaTorzok